Аминь. Спасибо большое, Альфия. Замечательно. У Креста пред Тобою я стою. Слава Господу. Итак, во вступлении у нас был вопрос, что есть человек, в чём ты так заинтересован, Господь? И ответ Бога – моё отдохновение, место отдохновения в человеке, кротком, сокрушённом и тем, который трепещет перед Словом Божьим. Это легко запомнить. И ещё три пункта уже в основном слове. Отец наш Небесный, благослови изобильно сейчас это время. Раскрывай свои реалии, они нам нужны. Без твоих реалий мы не можем продвигаться дальше. А твои реалии, Господи, это то, что и есть настоящая жизнь. Не биос, а от Зоя – жизнь вечная. Благослови во имя Твоё, Иисус. Мы молимся и просим. Аминь. Итак, третья часть реалии человека. То есть, то, с чем человек сталкивается. Сам человек. Реальность – это наше тело. Мы находимся в этом мире материальном. Исследуем его материально. Делаем прогнозы. Итак, это тело материальное наше находится внутри этого материального мира. Это только одна часть, правда? Часть, которая связует внутреннее наше содержание, нашу душу, связывает с миром. А вот душа наша, она состоит из ума, состоит из эмоций, из воли, из явления, из совести, из самопредставления. Интересно, если не иметь Библии, то человек живёт, понимая, что в нём есть эта замечательная, особенная часть его души, эмоции, и слёзы, и радость. Только эмоциональная картина человека может быть расстроена, потому что эмоции не думают. А передать своё желание править человеком не хотят. Думает мозг, вернее, думает ум. А мозг – это тот доступ к этим миром, канал, который ум имеет. это ум, задуманно было Богом, чтобы, это реальность, да, человеческая, без Бога она подминается эмоциями. А эмоции без контроля со стороны ума приводят к депрессии. Так вот, ум размышляет на основании той информации, которая поступает к нему, в этот ум, через пять органов восприятия. Наши чувства, да, в какой-то степени, ощущения. И вот, анализируя... А он всё время работает. Анализируя, что-то такое упорядочивает. Человек может жить в разных обстоятельствах. Эти обстоятельства, может быть, могут быть хорошие и плохие. И у него есть определённая часть его сущности – совесть. Это стандарты, нормы, правила, которые человек со временем начинает вырабатывать. Совесть человека. У человека есть самопредставление, кто он такой. Это и есть одна из характеристик души – кто я такой. Люди критичны к себе. Они пытаются посмотреть на себя со стороны. Они смотрят на других, но пытаются посмотреть и на себя. они думают о других. И очень важная часть, которая имеется у каждого человека, часть души – это воля изъявления. Принятие решений. Посмотрите, как происходит это принятие решений у человека неверующего. Псалом 1. Блажен человек с 1 стиха, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Итак, имеется совет нечестивых, неверующих. Этот совет выдает распоряжение. Люди приходят, слушают. После того, как они наслушались, наступает второй этап. И не стоит на пути грешных. Стоять на пути грешных – это принимать решения. И третье. Ну, я бы так сказал. И не сидеть в собрании развратителей, я бы пошёл по обратному пути. Первое – сидеть на собрании развратителей, воспринимать. Второе – встать на путь грешного, совершая грех. И третье – идти, как советовали. Это воля изъявления человека, не знающего Бога. Он может быть хорошим. Дело в том, что откуда у него всё это берётся? Кратко – это то, что было сказано в «Бытие» во второй главе. Посередине рая Бог посадил два дерева. первое дерево. Дерево жизни. Он за то, чтобы у человека была жизнь. А второе – ну уж это дерево, и только зачем Господь посадил его? Не надо было. Второе – это дерево познания добра и зла. и по поводу второго. Первое – оно само за себя говорит. Я – дерево жизни. По поводу второго он дал пояснение. От этого дерева, плоды от этого дерева, познания добра и зла, не ешь. в тот день, когда ты это сделаешь, ты умрёшь. Ни горький, ни сладкий, ни солёный, ничего не скажу. Он говорит – не ешь. Это практически дарует, даровал Господь Бог в тот момент, когда это говорил, свободу выбора. Бог говорит – не ешь, потому что будет последствия. Ты умрёшь. А давайте уберём это дерево. И вот человек с Богом. Какая красота замечательная! Но у него он не может использовать свою волю. Он был задуман, что у него есть, должно быть волей изъявления, а для воли изъявления у него должен быть выбор. Как здорово! Бог и обеспечил информацию по поводу этого дерева. И пришёл враг, который стал делать упор как раз на плодах от этого дерева и лгал на Господа. То есть получилось так, что тот, кто сотворил этот мир, обучал Адама, подарил Еву, Адаму, Адама, Еве, была такая замечательная жизнь. Он обучал человека. И вторгается тот, который хочет стать учителем. и он только лишь извращает и приукрашивает по поводу дерева познания добра и зла. не надо не слушать его этого врага, не размышлять над тем, что он говорит. У нас есть мир размышлений с Господом. И завершаю эту часть. И в первом псалме говорится «Но в законе Господа воля его». В законе Господа, в слове Господа его воля. О слове его он размышляет день и ночь. Какой хороший путь, правда? Мы этим с вами и занимаемся. Итак, реалия человека – тело, через которое он познает мир или соприкасается с миром. Душа он познает себя и дух. И что только человек, если он не верит в Бога Библии, Библии, под духовностью он может и искусство, и даже спорт и так далее. Самые различные другие вещи, которые происходят в жизни человека. А в чём дело? Почему так стало? Потому что дух это была категория в человеке познания Бога. И когда человек рухнул, он сделал, как сказал враг человека, сатана, змей, дьявол, то дух стал мёртвым. А когда Иисус принёс себя в жертву, и это была жертва за грехи человека, и всякий, кто принял эту жертву, то его дух оживлён, и туда входит дух святой с третья личность божества и не покидает человека. Это была у нас третья часть реальность, реалии человека. Без духа мы путаемся, что, для чего тело там и так далее. Практически без духа душа человека находится под влиянием и манипуляциями тела человека. Четвёртое. Ну, вот жизнь человека, реальность, правда? В этой реальности очень много и большое значение играет время. Человек родился, записали его день рождения. Человек умер, время его закончилось. И всё. Это жизнь во времени, это реальность. Жизнь человека во времени – это реальность. Без откровения Бога эта реальность недостаточна. Потому что при откровении от Бога Господь Иисус пришёл, и когда мы читаем, например, Евангелие от Иоанна, как много там говорится о жизни вечной, о реальности вечной. Когда человек подошло окончание его физической жизни, его реальность времени закончилась, но наступило продолжение. реальность вечной жизни для верующего человека, а для неверующего человека наступила реальность вечности. Для поверившего человека – это реальность вечности вечной жизни с Иисусом Христом. Об этом говорится в книге Откровения в 21-22 главах, где говорится, что те, кто принял Иисуса Христа, они находятся в книге жизни Агнца, за них принесена эта жертва Агнца, вечная жизнь. Насколько человеку необходимо знать это. Ну, до поры, до времени можно отвергать и физические законы по невежеству. А самое страшное невежество – это отвергать вечность. потому что вечность будет для всякого человека, живущего на этой планете. Для человека верующего эта вечность уже начинается в это время, в реалии жизни во времени. Потому что приняв Иисуса Христа, поменялись наши представления, и мы с вами наполняемся Богом. Ну, почему мы? Вот, смотрите, сегодня у нас не получилось, ну, обстоятельства вынудили, чтобы сделать очное общение наше. Мы перешли на Zoom. Вы, подключившиеся к Zoom, вы желаете услышать Слово Божье. Когда в реальности времени происходит завершение времени жизни человека, говорят, что это смерть. А Библия говорит, это первая смерть. Потому что, если человек не был верующим, то его ждет еще и вторая смерть после Великого Суда Белого Престола. Когда совершится суд над неверующими людьми, Бог поддерживает каждого в реальности времени и обучает и пытается достучаться до каждого человека. когда мы с вами обнаруживаем Бога, Иисуса Христа, Его жертву, Его церковь, то мы понимаем, какой любящий нас. Кроме того, это уже не жизнь эгоиста становится, а жизнь человека, который смотрит широко. И этот взгляд на окружающий мир и людей через реальность вечности. Потому что мы являемся теми людьми, которые знают, как спастись. Сейчас пришла такая мысль, а ты уверен, что ты знаешь? А правда ли это спасение? Да. Есть такая пословица, она, наверное, международная, сколько бы ни говорил, халва-халва, слаще не станет. Вот когда ты принимаешь спасение, в тебе происходят удивительные преображения. Преображения, которые производит Бог, это его реальность. Он живет вот с кем, вот где мое место отдохновения, он живет с этим человеком. это удивительный подарок для нас, поверивших. Почему мы такие одинаковые? Да потому что у нас слово с вами, которое обучает, там есть доктрины, учения, мы изучаем Слово Божье, и мы обнаруживаем, что это некоторые чемпионы веры, у них вот такая жизнь, нет, это у каждого, кто начинает питаться, трепещет перед Словом Бога. человек принявший Христа и живущий по Слову Божьему становится тем, кто любит других, не ограничивает других, ой-ой-ой, смотри, иногда это приводит в встряхивает человека, но суть-то в другом. Иисус, Господь Бог, принёс себя в жертву. Уж если Он принёс себя в жертву, это обозначает другого выхода нету. Но давай примем и попробуем, какова эта жизнь. Это не после смерти только, а это сейчас уже. Происходит реальность, вторжения в нашу жизнь во времени вечности Иисуса Христа. А реальность вечности или вечной жизни для нас состоит в том, что мы были оживотворены по плану Отца в Иисусе Христе, когда Он был оживотворён в гробнице. Он был мёртвый. Мы воскресли с Иисусом Христом. Кроме того, там говорится, это послание к Ефесянам, 2 глава, 5-6 стихи. Он был посажен на небесах, мы вместе с Ним посажены уже на небесах. Можно сказать, а как это, вы же здесь живёте, да. Но я читаю Библию, и она под воздействием Духа Святого и развития нашей веры и благодати даров, которые Господь нам дарит, всё превращается в то, что написано уже реально для нас. У нас получается такая интересная вещь, что, изучая Библию, мы имеем взгляд на вечность, уже изучаем вечность нашу. И так ладно всё там устроено. Две тысячи лет назад была написана завершена Библия. Её писали в течение тысячи шестисот лет. Писали люди разных уровней социума. Они были обыкновенные люди, грешники, но те, которые верили в обетование Бога, как, например, это произошло с Давида. У нас жизнь протекает в двух реалиях. Для верующего в двух реалиях. Это и во времени, это и уже в вечной жизни. Для неверующего человека только во времени он не верит в вечность. Но для неверующего человека Бог дал благодать друзей церкви. Он дал возможность услышать и ни ни один неверующий не является человеком, который бы не услышал Евангелие. И в завершение пятая реальность. Реалия Бога. Так в чем же, что же такое в человеке, что так интересует Бога? Бог – это любящая сущность. Он наполнил Бог есть любовь. Когда ничего не было, там был Бог, там была и любовь. Любовь отца, сына в Духе Святом. Любовь, это трудно сказать, потому что времени не было, всё уже было известно, что и как. Но тем не менее, есть по герминевтике искусства и науке толкования Библии есть такое понятие антропопатео, то есть наделить чувствами человеческими Бога для того, чтобы было понятнее, что происходило. Так вот, вполне, чтобы описать, что происходило в то время, когда был только Бог, была любовь между отцом и сыном. И эта любовь, она была такая, всё, что предлагал отец, она воспринималась с удивительным восторгом со стороны сына. То, что предлагал отец, подлежало исполнению со стороны сына. Предложено сотворить мир, причем сыну известно, он знает, он всеведущий Бог, что этот мир уйдет от него, и он его сотворяет. Почему? Потому что ему известно также, что он и вернет этот мир. Послание к Колоссянам, первая глава, девятнадцатый стих и далее, где говорится, это была воля Бога, чтобы все соединить и земное, и небесное в Иисусе Христе, возвратить этот убежавший мир. И вот это возвращение убежавшего мира – это Сын, Бог-Сын, Господь Иисус, который, зная, что его ожидает, это мучение, страдание, это даже отвержение отцом, потому что не знавший греха, Сын стал грехом. Первое послание, вернее, второе послание к Коринфянам 5 глава, 21 стих, не знавшего греха. У нас в русской Библии написано, но там курсивом идет, сделал жертву из-за грех, сделал грехом. И он принял на себя Иисус все удары, которые должны были, ярости Бога, которые должны были обрушиться на нас. Он принял, это убило стивление Бога. Он все сделал. И когда он воскрес, а воскресение это подчеркивает, жертва принята. Отец принимает, принял эту жертву, и теперь внутри этой жертвы Бог не меняющийся прибавляет. У него семья, у него эти люди, которые теперь вечно живут. Причем они отражают все характеры Иисуса Христа. Это не обозначает, что они говорят одно и то же. Мы каждый являемся индивидуальным, но мысли у нас одинаковые, радость одинаковая. Мы отражаем наполнение или полноту Бога. Он нам дарит благодать и дарит различные дары, и мы это все передаем другим людям, любому человеку. Он благодатный, и мы благодатны. Он принес себя в жертву, и мы отдаем свое время жизни для того, чтобы Он жил. Он глава церкви, и мы получаем от Него все эти удивительные призывы, посыла. Он преображающий, и мы являемся теми, которые обнаруживают, это реально, это все работает. Он транслирует свою вечность в умы людей через наши сердца и уста. Он принял на себя терновый венец, чтобы у нас был венец, золотой венец победителя. Он испытал всю ненависть тех, кто бушевал вокруг креста для того, чтобы мы испытали Его любовь. Он претерпел мучения, отвержения. Мы дарим Его славу и вечность. Замечательно размышлять о вечности. Мы во времени, но уже получаем возможность. Потому что это не просто написанные слова в Библии, а это Дух Святой, как написано во втором послании Петра в первой главе. Смотрите, какие чудесные мысли. Второе Петра, первая глава, девятнадцатый стих. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Второе. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте. И вы это делаете до тех пор, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах. Это говорит о зрелости в вере, о реальности Бога, воспринятой, транслируемой в этот мир. Так что реальность вечности в верующем человеке превращается в реальность вечной жизни, спасения. А в слушающем человеке, который раньше еще не верил, это превращается в реальность спасения. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны тебе за это чудо, которое ты даруешь всякий раз, когда обращаешься к нам, Духом Святым. Благослови те слова, которые мы услышали. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его. Обратите внимание на небесную вечность. Принимая Иисуса Христа как своего Спасителя, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, приведи вживую церковь, научи меня твоему слову, твоим реалиям. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь.